Всем добрый вечер! Как меня видно, как слышно, пожалуйста, поставьте плюсики. Я себя вижу отлично. Дайте кто-нибудь обратную связь, пожалуйста. Видно меня, слышно? Спасибо большое, Наташа. Я тогда начинаю наш вебинар. Я представлюсь. Меня зовут Пономарева Оля, директор компании Арифлейм. Сегодня я вам расскажу такую тему, как позиционирование Арифлейм – это бренд. То есть, немножечко расскажу про сегменты компании Арифлейм и расскажу про факты. Нам сегодня с вами важно понять, какое место вообще компания Арифлейм занимает на косметическом рынке. Да, то есть, есть такие возражения у людей, когда они приходят в компанию, что это такая косметика, которая по качеству она не очень. Да, в принципе, ей и пользоваться никто не хочет. И она такая, как сказать, неходовая и особого интереса у людей не вызывает. Да, то есть, ну, есть такие возражения, поставьте плюсик, если у вас было такое возражение, что эта косметика дешевая, что эта косметика никому не нужная, неинтересная и, ну, в принципе, ну, Арифлейм на Арифлейм. Вот. Сегодня мы с вами разберем, все-таки, какое место вообще на косметическом рынке компания Арифлейм занимает, что это за бренд, на какие сегменты делится и вообще, почему Арифлейм – это бренд, почему это модно и почему за Арифлеймом вообще сейчас, так сказать, большое будущее. На какие категории делится косметический рынок? Вот, у Наташи были такие возражения. Наташа сейчас очень внимательно слушаю вебинар, потому что я расскажу интересные факты. Косметический рынок делится на 4 сегмента. Да, это селективная косметика, да, это люксовая, брендовая, такая, так сказать, лакшери, да, которая в дорогом стекле идет, изготавливается из дорогих материалов, из дорогого, вообще сама по себе дорогая, и она стоит всегда в магазине перед глазами, да, на таких полочках, которые идут на уровне глаз, да, чтобы когда в магазин заходите, и чтобы вам сразу эта косметика попадалась на глаза. Это люксовый бренд, да, это селективная косметика. Массовый маркет. Массовый маркет – это косметика, которая массового пользования, да, то есть ей пользуется большое количество, так сказать, населения, да, и она идет для, так сказать, среднего кошелька, то есть ее может себе позволить каждый. Аптечная косметика – это косметика, которая продается только в аптеке, и по каким-то своим параметрам она несет якобы лечебное какое-то действие, да, и она типа по законодательству имеет право продаваться только в аптеке, да, но надо сейчас понимать, что аптека – это уже такой, так сказать, коммерческий, да, вот еще у Наташи были возражения. Это уже такой, так сказать, коммерческая, да, и поэтому тоже нужно разбираться, вообще, как аптечная косметика, работает ли она в том направлении, в котором все прописано на тюбике. Салонная косметика и профессиональная косметика, да, салонная косметика, она используется в салонах красоты, в спа, и профессиональная косметика – это косметика, которая идет для грима, например, да, идет для профессионального подиумного какого-то там образа, да, то есть это косметика, состоящая из тяжелого покрытия, да, То есть, если это тональный крем, то он идет с тяжелыми, как сказать, в общем, это тяжелая косметика для кожи. То есть, ее нельзя на повседневку использовать, она идет именно для каких-то таких мероприятий, которые именно для выхода, да, и чтобы фотоспышки, фотокамеры могли запечатлеть красоту. То есть, вот с вами мы сейчас разобрали 4 сегмента на косметическом рынке, да, и у вас появилось понимание, что есть 4 сегмента, это селективная, это массовый маркет, аптечная и салонная косметика. Вот сейчас мы с вами разберемся, Арифлейм, как производитель, объединивший разные бренды, да, то есть, в компании Арифлейм есть разные марки, разные бренды, но они все объединены одним концерном компании, да, это Арифлейм. И я сейчас расскажу, что же у нас входит в селективную косметику в нашей компании Арифлейм. Это Джордани Голд и антивозрастные уходовые средства, да, то есть, наша косметика Джордани Голд, она идет как люксовая, как лакшери, да, в дорогом стекле, с дорогими, из дорогого стекла и сделанной с дорогой гравировкой, да, то есть, там все сделано по такому, так сказать, в общем, упаковка, которая уже манит и которую хочется купить, да, и она идет наравне с такими производителями, как там, Lancome, Givenchy, Chanel, то есть, она вровень идет вместе вот с такими люксовыми брендами. Массовый маркет в компании Арифлейм входит Colorbox и Love Natur, да, то есть, это косметика массового потребления, которые могут себе позволить абсолютно все, начиная от студентов, заканчивая мамочками в декрете, да, то есть, это косметика массового потребления. Третье, это космецептика, в отличие от лечебной, имеет лечебное воздействие, в аптеке чаще всего позиционирование такое, как, ну, вот аптечная, значит, там есть какие-то у нее такие ингредиенты, которые лечат кожу, да, вот у нас такая есть косметика, это биоклиник. Вот, салонная профессиональная косметика, это Novage и The One. The One, это вообще у нас подиумная косметика, дальше я расскажу, как эта косметика вообще попала на подиум, и Novage, Novage, это тоже можно относить к люксовой косметике, да, и к салонной профессиональной, потому что она идет в комплексе, она запатентованная, у нее есть свои патентовые формулы, которые разработали наши ученые, да, и эта косметика сразу, значит, может относиться к двум сегментам, это селективная и салонная профессиональная косметика. Вот, я думаю, понятно объяснила, да, что корпорация, наш бренд, компания Reflame, в себя включает еще подбренды, да, то есть у нас не все Reflame, да, у каждой своей косметики, у каждого сегмента есть свой, так сказать, подбренд. Все вы знаете, что косметический рынок сейчас перенасыщен, косметика в изобилии, какую хотите, такую и покупайте, да, то есть нет такого спроса, как раньше, ой, появилась там какая-то крутая красная помада, да, то есть ее там откуда-то из-за границы раньше привезли, и на нее там выстраивается очередь, и там за сумасшедшую цену покупает. Сейчас такого, так сказать, недостатка нет, косметика у нас есть разных брендов, можно ее купить и заказать из любой точки мира, да, сейчас у нас интернет, он нам дает вообще просто великие возможности, но есть, так сказать, у нас такой конкурент, да, это концерн L'Oreal, да, то есть все знают, наверное, до прихода в компанию Reflame пользовались такой косметикой, косметикой L'Oreal, поставьте плюсики, кто пользовался, кто знает такой бренд, это французский бренд, это большая корпорация, которая выпускает тоже очень-очень много подбрендов, я сейчас вам расскажу, кто пользовался косметикой L'Oreal до прихода в Reflame, поставьте плюсики. Я поставлю плюсик, потому что я тоже любила эту косметику, пользовалась ей. И я сейчас вам расскажу, что L'Oreal, да, это тоже, понятно, ну, есть кто пользовались. Я сейчас вам расскажу, что компания L'Oreal, это тоже большой концерн, который в себя включает все вот эти же 4 сегмента, которые включает компания Reflame. Да, это селективная, это массовый маркет, это аптечная и это салонная профессиональная косметика. Да, вот посмотрите, вот здесь на слайде все показано, да, то есть все шампуни, вся декоративная косметика, вся уходовая косметика, которая, вот смотрите, на левый слайд, на коричневый, да, то есть это все производит компания L'Oreal, да. Все вы знаете такую фирму, как Garnier, Maybelline, Lancome, Georgia Armani, Biotherm, Yves Saint Laurent, Cacharel, в общем, все-все-все вот эти вот бренды производит именно концерн L'Oreal. Кто не знал этого? В массовый маркет входит у компании L'Oreal, это Garnier и Maybelline, да, то есть мы, когда приходим с вами в такие магазины, как, например, в Кирове, я даже не знаю, какие там сейчас магазины, которые продают косметику, и всегда в изобилии на стендах это Garnier, Maybelline, да, то есть там всякие тестеры, и это косметика массового маркета, которой пользуется больший процент, наверное, девчонок, да, то есть ее может позволить себе абсолютно каждый. Ну вот, Елена, теперь будете знать, что концерн L'Oreal производит очень-очень много вот этих вот всех брендов. Посмотрите еще, как раз-таки L'Oreal производит аптечную косметику Vichy, которая может продаваться только в аптеке, да. La Roche тоже может продаваться только в аптеке. А сейчас представьте себе, L'Oreal, это не компания прямых продаж, это розничная сеть. Вы представляете, с какой накруткой вот эти вот все бренды попадают в розницу, да, как рассказывает Владимир Полежаев, пока они пришли ряд поставщиков, да, и попадают они уже на прилавки в магазин с тысячной накруткой. Вот, например, одна помада Maybelline, ну, например, стоит она сейчас 280 рублей, ну, 300, да. Я, честно, не знаю, сколько она сейчас стоит, потому что уже два года пользуюсь только Ariflame. Вы представляете, на входе сколько она вообще стоит, то есть она на прилавок попала уже вот с такой ценой. Хочу донести до вас то, что L'Oreal это розничная сеть, а компания Ariflame это компания прямых продаж. Мы покупаем напрямую от производителя, то есть все, что на заводе производили, нам напрямую все в посылке доставили, да. А компания L'Oreal розничная, да, она имеет сеть поставщиков, сеть посредников, а это значит, это подделки, это различные, не знаю, например, если какой-то аромат покупать, да, то это уже тоже может быть, да, фальсификат. То есть нужно понимать компания прямых продаж и розничная компания. Поэтому у нас немножечко есть такая конкуренция, да, между вот розничной сетью. А сейчас давайте мы с вами представим себе Mercedes и Telego. Вот вы вообще задумываетесь, когда вы на себя наносите крем? Вообще задумываетесь, какого вообще вы эффекта ждете, когда вы нанесли крем? Ну, в первую очередь вы представили себе Mercedes и Telego. Когда мы с вами пришли в розницу, мы увидели красивую баночку. Ну, прям такая вся упаковка яркая, красивая, ну, не знаю, там в таком, ну, вот сразу бросается в глаза, потому что она стоит в глаз, да, а на уровне глаз полочки они самые-самые дорогие, да, то есть там стоит только люксовая такая, ну, классная косметика. Ну, то есть за нее очень хорошо заплатили, да, чтобы туда вообще на эту полочку попасть. А все, что ниже находится, да, уже не на уровне глаз. Там уже цена, ну, допустим, у этих же кремов, она идет в разы дешевле, потому что это уже, ну, не заплатили за эту полочку, которая идет на уровне глаз. Вот, мы представили, да, с вами, что мы зашли в магазин, увидели сразу вот этот дорогой крем, нам красивая упаковка сразу бросилась в глаза, мы этот крем взяли, почитали, посмотрели, да, вроде все, в принципе, понравилось. Смотрим на цену, да, то есть у всех кремов цена разная, да, я уже рассказывала, что есть разные сегменты, это и люкс, и масс-маркет, и аптека, и так далее, да, то есть мы смотрим уже на цену. Начинаем прицениваться, да, сейчас делайте сразу параллель с Арифлейм, с Арифлейм кремом, да, то есть сравнивайте розницу и крема, те, которые мы покупаем напрямую от производителя, от Арифлейм. Цена сразу нас укусила, да, то есть мы сразу свои глаза уже спускаем на полочку ниже, смотрим дальше, опять там цена кусается, да, смотрим еще ниже. Но вопрос у меня был изначально, да, вы задумываетесь то, что вообще вы мажете на свою кожу, какой крем? Либо с нижней полки, да, представили это телега, либо с полки, которая у вас на уровне глаз, за которую там, ну, наценка 60%, то есть этот крем попал там, ну, с такой наценкой, потому что надо за упаковку заплатить, да, за полку заплатить. То есть этот крем, он уже сам по себе дорогущий. Вот, поэтому нужно всегда задумываться об эффективности, вообще как этот крем будет воздействовать на вашу кожу, да, вообще будет ли эффект. Все вы знаете про эффективность, то, что наши ученые доказали, что если вы комплексным уходом не пользуетесь, то от одной баночки крема эффективности не будет, да, то есть результата не надо ждать. Дальше, следующее, натуральность. Смотрим на коробочку и читаем вообще, какой там состав, какие там ингредиенты, вообще там кто разработал и так далее, и так далее. На упаковке это должно быть все написано. Если этого не написано, значит производитель что-то скрывает, об этом уже нужно сразу задумываться. То есть обязательно обращаем внимание, чтобы все-все-все компоненты, все было указано. Далее смотрим, есть ли значки тестирования на животных, да, и смотрим вероятность подделки, потому что розница, в нее идет вообще огромный поток вот этой вот всей косметики, и с 2009 года в рознице нет сертификации качества. Да, то есть мы не уверены в качестве того продукта, который мы берем из розницы. Перенесем на компанию Арифлейм, у компании Арифлейм у каждого продукта есть сертификат на каждый продукт, и все наши крема они разрабатывают в течение 5 лет, представляете, в течение 5 лет, только потом они попадают в каталог. Вот, поэтому задайте себе вопрос, что вы наносите на свою кожу, есть ли от этого эффект, куда вы уносите деньги, если вы уносите деньги в розницу за люксовый крем, и он вам не дает никакого результата, то зачем вы уносите деньги за этот люксовый крем в розницу. Если вы за эти же деньги можете купить набор на вейдж, комплексный уход. Вот, поэтому представили себе Mercedes и Lego, представили розницу, представили компанию прямых продаж, компанию Арифлейм, и подумали. Почему Арифлейм? Сегодня стало модно шекономить, выбирать шикарные качества, красоту и здоровье, но при этом сохранить свой кошелек в норме. Арифлейм предлагает тебе комплексный уход высочайшего уровня, который сможешь делать дома, самостоятельно сохраняя приятный бюджет. Я знаю, что девчонки очень любят ходить по салонам, по спа, поухаживать за своей кожей, отдать сумасшедшие деньги и получить эффект. Ну, например, вы пришли на чистку кожи, вам ее до того дочистили, что у вас кожа красная неделю, да, вы там ходите, не знаю, с таким ужасным лицом, и отдали сумасшедшие деньги. Вообще, кто любит ходить по салонам красоты, поставьте плюсики, вы, наверное, знаете, какие там дорогие цены. Никто плюсики не ставит, не ходите по салонам красоты. Муж пришел, меня внимательно слушает. Что-то у меня, наверное, чат с задержкой, ладно. Ну, что хочу сказать, что у нас есть комплексные уходы, у нас есть пилинги, у нас есть полностью все, что можно сделать дома, сохраняя свой бюджет. Да, то есть, вы купили один набор на вэдж, да, комплексный уход, состоящий из пяти средств, и вам его хватило на полгода. Вы представляете? Использование нашего комплексного ухода для меня, например, да, это просто, ну, я не знаю, шикарное удовольствие. Это полюбить себя, и в первую очередь комплексный уход, он приравнивается, приравнивается к хирургическому вмешательству. Если вы два месяца пользуетесь комплексным уходом, у вас начинают морщинки выравниваться, да, вот здесь носогубные дуги начинают уходить. То есть, если вы это делаете утром и вечером, вы эффект 100% умеете. То есть, у вас уже не будет потребности идти в салон и тратить сумасшедшие деньги, чтобы привести свою кожу в порядок, да, то есть, ну, надо понять, что у нас есть все для того, чтобы сэкономить и оставаться всегда красивой. Арифлейм – компания полного цикла, да, то есть, компания, которая производит все от разработки до производства, до конечного потребителя, да, то есть, это полный цикл. И основное направление, конечно же, у компании Арифлейм – это уход за лицом. Есть свои научные исследовательские центры, да, это в Дублине. Трудятся более 150 высококвалифицированных ученых, да, работают над созданием продукта Арифлейм, создают формулы. Наши формулы, они запатентованы, и нашими формулами никто не имеет права пользоваться, да. Но все уже, наверное, знают, это уже на слуху, и на всех вебинарах по уходу за кожей повторяется, что компания Диор выкупила формулу у компании Арифлейм и внедрила ее в свои крема, да, то есть, мы можем эту формулу продать, но мы там их никуда там не, так сказать, не выставляем ни на какие торги, просто компания Диор решила купить вот такую нашу эксклюзивную формулу. У нас есть свой институт исследования кожи в Стокгольме, да, и у компании более 30 собственных патентов, да, представляете, что такое патент? Это запатентованное, это имеет, компания Арифлейм имеет только, да, право пользоваться этими патентами, но никто более, то есть, это будет уже наказуемо, если кто-то что-то куда-то там стащит. Самое главное, что наша продукция Арифлейм не тестируется на животных, вот все видите на экране зайчиков, да, то есть, это такой логотип, если вы увидели такой логотип на баночке с кремом, на бутылочке, значит, эта компания не тестирует на животных. Вы вообще представляете, что такое тестирование продукции на животных, это очень страшно. Я когда готовила вебинар, я прочитала информацию, я посмотрела ролики, я была, честно сказать, в шоке, потому что это, ну, ни в какие вообще ворота не входит. Вот, если вы увидели вот такой вот логотип зайчика, да, значит, эта компания не тестирует свою продукцию на животных. Вот, посмотрите, что происходит с животными, да, то есть, наша компания не тестирует, но есть компании, которые тестируют свою продукцию на животных, они там их глаза им закапывают, только что они там с ними не делают, посмотрите, что, да, происходит там у них и глаза красные, и шерсть выпадает, и умирают они там, ну, вообще просто цифры, конечно, по... Вообще там сумасшедшие. Вот, поэтому это тоже очень крутой факт, и надо об этом задумываться, да, смотрите, сколько зайчиков, сколько там обезьянок, сколько мышек. Это, конечно, все очень-очень страшно. Наша компания, это гордость, конечно. Есть черный список компаний, которые тестируют продукты на животных. Вот здесь я немножечко заскринила, да, то есть, вот сразу же в первых рядах компания Avon. То есть, они всю свою продукцию тестируют на животных. Есть официальные сайты, где есть эта вся информация, поэтому Google в помощь. Погуглите, посмотрите, какие компании тестируют продукт на животных. Mary Kay. Да, то есть, вот тоже есть сетевые компании. И есть белый список, которые не тестируют, да, то есть, вот тут вот Герлен, Гринмама, то есть, вот смотрите, я тоже кусочек маленький заскринила, заскринила специально, где написано Ariflame, да, то есть, вот видите, написано Ariflame. Ariflame входит в белый список. Наша компания Ariflame, это официальная косметика, она была не один раз официальным брендом, да, такой программы, как Голос, да, все, наверное, знают. И была официальным брендом на неделе моды в Москве. Представляете, как это круто, да, то есть, наша косметика The One, это подиумная косметика больше считается, да, такого массового потребления. И с помощью нее делали модели макияж на неделе моды в Москве. Всем девчонкам в программе Голос, да, тоже делали мейкапы с помощью косметики Ariflame. Это очень круто, это гордость, это этим нужно, так сказать, козырять, показывать и рассказывать, да, то есть, не каждая косметика, у нас стоит попасть вот на такие крутые мероприятия. И у меня остался последний слайд. Я люблю Ariflame, да, то есть, все, кто находится, наверное, в вебинарной комнате, уже пользуются продуктом, уже поняли, что это продукт качественный, сертифицированный, протестированный. И он несет в себе уже такую, так сказать, ну, это бренд, который несет красоту, добро, и про него можно рассказывать очень-очень много. Одних только фактов гордости более 50, да, я их здесь сейчас не буду перечислять, но каждый уже из вас чуть-чуть хотя бы влюблен, да, в этот продукт. Если вы его начнете пробовать, если вы его начнете систематично пробовать, да, и будете понимать, что вы покупаете его не просто, чтобы, ну, создать товарооборот, да, вы действительно уже будете испытывать потребность в том, чтобы пользоваться именно только этим продуктом. Не ходить в розницу и не отдавать сумасшедшие деньги за розничный продукт, а ходить в свой интернет-магазин и пользоваться продуктом для себя. Спасибо, Наташа. Это спасибо компании Арифлэйм. Я уже два года пользуюсь только этой продукцией. Я ее очень-очень люблю. У нас дома все-все-все Арифлэйм. Никаких других больше продуктов нет. Комплексный уход. И, конечно же, для волос тоже полностью все от компании Арифлэйм. Вот, поэтому полюбите продукт от компании Арифлэйм. Знайте факты гордости. Гордитесь то, что вы в крутой компании. Гордитесь то, что наша косметика не тестируется на животных. То, что наши пакеты биоразлагаемые. То есть, если наш пакет попадет куда-то на природу, то он разложится. Еще хочу такой фактор сказать. Когда была золотая конференция на Лайфлэйм, в Турции компания Арифлэйм высадила 50 оливковых деревьев. То есть, компания за озеленение, она за то, чтобы росли деревья, чтобы не загрязнялась окружающая среда. То есть, шведы, они такие, они очень относятся с большой любовью к природе. И поэтому наша косметика натуральная и дает такие классные результаты. В общем, я тогда заканчиваю. Всем большое спасибо, кто был сегодня на вебинаре. Надеюсь, что я вам была полезна. И всем пока-пока.